Сейчас все говорят, будет девалюация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девалюация. Все, твердо и четко. Твердо и четко. 17 августа 1998 года государство объявляет дефолт, признавая неспособность расплатиться по долгам. Валютный коридор расширен с 6 до 9,5 рубля за доллар. Объявлены трехмесячные моратории на выплату банками долгов, иностранным кредиторам и заморозка всех выплат по ГКО до конца 1998 года. Газета «Коммерсант» выходит с заголовком «Мы проснулись в другой стране». Сегодня мы поговорим о дефолте 1998 года и поговорим о сегодняшнем курсе рубля. Карасев Валентин Иванович, профессор кафедры философии, социологии, Академии труда и социальных отношений. Валентин Иванович, здравствуйте. Добрый день. Кобяков Андрей Борисович, заместитель главного редактора журнала «Изборский клуб. Русские стратегии». Кандидат экономических наук, председатель правления Института динамического консерватизма. Андрей Борисович, приветствуем вас. Добрый день. И Катасонов Валентин Юрьевич, профессор кафедры международных финансов в МГИМО, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, доктор экономических наук. Валентин Юрьевич, здравствуйте. Как слышите нас? Приветствую. Отлично слышу. Очень хорошо. Валентин Иванович, позвольте вам первый вопрос задать. 23 года назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Котировка доллара подскочила с 6 до 24 рублей. Масса предпринимателей разорилась, цены выросли, доходы людей резко упали. Вам наверняка известно, что рубль еще не раз обесценивался, но именно те события особенно врезались в память и даже вошли в учебники истории. Вкратце, как вы думаете, какие причины привели к государственному дефолту, прежде всего политические причины, и был ли этот дефолт неизбежен? – Спасибо за вопрос. И тут действительно интересная штука. Мы прожили уже в 30 лет в новой реальности. И с этой точки зрения я хотел бы сказать, что если раньше подвергался сильному исследованию событийный ряд, то сегодня мы можем проследить причинно-следственные связи и, более того, методологическую зависимость одних от других. И это колоссально интересная штука. Вот вы задали вопрос. Причины. Причины их здесь. Первая причина, она одна на лицо, ее сказал Геннадий Андреевич в своем выступлении. Это действительно пирамида, которая была создана вне отсутствия экономических оснований, вне отсутствия социальной поддержки и вне уже отсутствия идеологическом вакууме. Она была обречена. Если бы не было дефолта, она была обречена полностью. То есть вторая причина, она более, так сказать, в этом отношении серьезна, с моей точки зрения, как и политолога, и философа. Вся штука заключается в следующем, что, ну я потом скажу в других, и может быть, будет возможность, я скажу более подробно. А сейчас я скажу одну вещь такую. По конституции нашей страны сегодня сувереном является народ. При этом у него нет ни одной системы жизнеобеспечения. То есть он не обладает общенародной собственностью, он не обладает правом формировать напрямую бюджетирование, он не обладает правом за редким исключением самоуправления, у него не существует единое мировоззрение. В конституции Советского Союза равным образом, как и конституции РСФСР, это все присутствовало. И вся штука заключалась в следующем, что не могло быть приватизации, пусть меня экономисты потом поправят. Если бы не лишили населения возможности экономического, финансового сопротивления, что такое подъем рубля? Это выбили у суверена возможность сопротивляться. Почему стали возможны чеки этого Чубайса? Да потому что людям нечего было противопоставить, у них уже не было реальных денег. Не было из-за этого дефолта. И Ельцин прав, когда он сказал накануне в чем. Он сказал всю абсолютную правду, кроме вывода. Все было просчитано, он сказал же, это его фраза. Он сказал, у меня тысячи людей считают посекундно, поминутно, все это рассчитано, все это выверено, ничего не будет. Правильно, ничего не стало у народа. И это действительно правда. А вот вывод ложен. Потому что на самом деле дефолт был неизбежен. Без него новая Россия сегодняшняя не состоялась бы. А вот теперь с экономической точки зрения, Андрей Борисович, был ли дефолт неизбежен? Ну, смотрите, я согласен со словом пирамида. Я, правда, его, так понимаю, несколько риторически коллега использует. Вообще-то говоря, если касаться рынка ГКО, который в тот момент существовал в государственных казначейских обязательствах краткосрочных, то это, конечно, была пирамида самая настоящая. Потому что расплатиться по ней на тот момент Россия не могла. Но дело в том, что и в экономической теории, и в практике многих стран дефолта можно избежать, если вовремя провести девальвацию, условно говоря. Это ведь не одно и то же. У нас это произошло одновременно. Отказ от обязательства ценных бумаг, то есть их обслуживание и выплат по ним были, они заморожены на неопределенное время. То есть это и есть, собственно, дефолт. Дефолт – это отказ платить по долговым обязательствам. И плюс девальвация. Но ведь дело в том, что ситуация нагнеталась, когда возможность совершать какие-то выплаты, она сокращалась каждый месяц. И по большому счету на тот момент был даже расчет Дмитрия Митяева в рамках доклада, который он тогда написал еще в декабре 1997 года. То есть за 8 месяцев до дефолта, где он с точностью до декады августа предсказал, когда дефолт состоится. Потому что были известны, какие получает поступления Россия от внешней торговли, как при этом тратятся золото-валютные резервы и так далее. То есть если бы тогда не продолжали бы удерживать рубль на искусственно завышенном уровне, который только для того и существовал, чтобы привлекать иностранных инвесторов в эти краткосрочные обязательства, то по большому счету можно было, конечно, оттянуть, по крайней мере, проблему с выплатами. Поэтому, а вот то, что в результате не сделали ни того, ни другого, мы получили грандиозный по своим взрывным последствиям кризис того периода, когда одновременно произошел и дефолт, и многократная девальвация рубля. Но, строго говоря, при той экономической модели, которая на тот момент существовала, и при той мировой конъюнктуре, которая на тот момент существовала, я напомню, что рост цен на нефть начался после 1999 года, у России было очень мало шансов, в принципе, избежать этого дефолта. Его можно было только растянуть во времени или осуществить его несколько позже. Поэтому это была в чем-то неизбежная история, но она является производной от экономической политики. Потому что весь период 90-х годов была абсолютно никудышная экономическая политика, которая не была нацелена на экономический рост и развитие. Поэтому мы к этому моменту уже, к 1996 году, потеряли более 50% ВВП по самым скромным оценкам. Понимаете, в чем все дело? Значит, это кризис, которого наша страна не видела даже, наверное, во времена Второй мировой войны. И вот именно это было следствием той экономической модели, которую мы реализовывали. Напомню, что другие страны, которые избирали там, условно говоря, японскую, корейскую, китайскую и так далее, восточно-азиатские модели, они осуществляли переход к рыночным отношениям или реформы в экономике комплексно, которые были нацелены на развитие реального сектора, на развитие внутреннего спроса, на развитие инвестиционного процесса и так далее. У нас этого ничего не было. У нас была абсолютно противоположная экономическая политика. Это был, по сути дела, дележ советского пирога. В 1998 году рубль по отношению к доллару обесценился раза в четыре, а может быть и больше. Но ведь и потом действительно рубль переживал быстрые и глубокие падения. Это 2014 год, потом 2020. Почему так происходит? От чего больше зависит? От объективных экономических причин или от воли властей? Скажите, пожалуйста. Ну, я хотел бы дополнить разговор о дефолте 1998 года, что вот смотрите, долги накапливались якобы для покрытия дефицита бюджета. Но возникает большой вопрос, что это были за расходы? С моей точки зрения, происходило самое настоящее расхищение бюджета. То есть произошло двойное ограбление России. С одной стороны, значит, держателем бумага КОО оплачивались высочайшие проценты. Таких процентов в мире не было на тот момент нигде. Это был своеобразный заповедник. И второе, это разные схемы вывода денег за пределы России. Те займы, которые Россия получала, они тут же выводились в разного рода офшоры. Двойное ограбление России. Что касается, значит, валютного курса, я считаю, что, в принципе, уже в первые же годы существования Российской Федерации мы стали выполнять все требования, все пункты Вашингтонского консенсуса. В списке этого Вашингтонского консенсуса чуть ли не на первом месте стоит такой пункт, как полная либерализация движения капитала. Если у вас полная свобода движения, трансграничного движения капитала, вы, в принципе, не можете управлять валютным курсом национальной денежной единицы. Это очевидная вещь. Мы можем до бесконечности тратить свое и чужое время и обсуждать вопрос, куда пойдет курс рубля, вверх, вниз, значит, у кого там будут потери, у кого будут выгоды от изменений, колебаний валютного курса. Как-то, я помню, Геращенко задали вопрос, вы за высокий или за низкий валютный курс. Он сказал, прежде всего, я за стабильный валютный курс, ну а дальше уже вопрос техники, значит, как мы будем определять, значит, уровень этого валютного курса. Поэтому на сегодняшний день я не вижу более актуальной задачи, как введение ограничений и запретов на трансграничное движение капитала. Во-первых, тем самым мы сумеем стабилизировать курс рубля, во-вторых, мы сможем прекратить масштабное ограбление России. По моим оценкам, которые я строю на ежемесячном анализе платежного баланса Российской Федерации, значит, за год примерно из страны утекает 150 миллиардов долларов. А мы думаем, где найти деньги на пенсии, там еще на что-то. Вот дыра, это громаднейшая дыра. Вот такое мое мнение. Валентин Иванович, ну вот если вернуться к той известной фразе Ельцина, вот как вы думаете, должна ли власть врать в таких случаях? И врут ли своим гражданам, что самое главное, нынешние власти, когда, например, обещают повысить пенсии, при этом в результате пенсионной реформы, собственно говоря, эти пенсии-то не становятся больше? Или, например, объявляют о национальных проектах, что продолжительность жизни у нас будет расти, при этом у нас какие-то просто невероятные темпы вымирания страны? Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, если брать Макеавелли, основоположника фактической политологии и отношений, которые даются политические оценки всем экономическим, в том числе событиям, власть всегда лжет, любая. Это можно говорить, но вся штука в том, что этическая оценка, когда мы говорим, надо всегда говорить правду, этика не является частью политики, этика является частью мировоззрения. А политические, объективные, субъективные факторы говорят, что у государства нет друзей, у него есть только интересы. Поэтому то, что ложь существует, существовала и будет существовать в политике, это факт. Но ключевой вопрос, чьи это интересы? Вот. Так вот, я вам завершу то, что я начал. Первый государственный переворот в нашей стране произошел 19 августа 130 лет 1991 года. Ипсо, произведен он был не ГКЧП, а Ельциным с его командой. Ибо если вы зададите вопрос, что такое танки, вооруженные силы в центре столицы СССР, вы задаете вопрос, кто дал команду и какое он имел на это право. Поверьте мне, я три дня в Кремле провел, в отличие от всех, кто об этом будет говорить. Вот. И поэтому я очень точно знаю то, что я говорю. Вот. Что случилось? Нас лишили союзников Россию. Союзников. То есть, страна к декабрю развалилась, и у российского трудового народа союзников не осталось. Вы помните, что происходило в области национальных отношений. Второй этап. Октябрь 1993 года. Расстреляли советскую власть. То есть, была ликвидирована модель, новая историческая модель демократии, трудового народа. Она была расстреляна. Дефолт – это точка. Дефолт лишил суверена, я вам сказал, последнего финансового ресурса. То есть, материально. То есть, люди уже теперь не могли никому обратиться власти. Трудового народа в стране не было. Конституция с этой точки зрения, которая была принята в 1993 году, – это пародия. Почему? Потому что, если вы посмотрите на совещание конституционного, вот не знаю, почему много раз смотрю, я просто не люблю на эти темы говорить и так далее, но я смотрю исследователей, я смотрю, как закусывают губы, дерут на себе рубахи. В конституционном совещании не было ни одного представителя рабочих и крестьян. Ни одного в стране, в которой большинство составляло трудовое население, рабочие и крестьяне. Ни одного. Так вот, с этой точки зрения, не к кому было обратиться. С точки зрения союзников, нас гнали отовсюду. Из всех бывших республик нашей великой страны. И последнее, у нас не было финансовых возможностей защититься. Если на этих принципах строится власть новая, то эта власть лжет по определению, потому что интересы этой власти и трудового народа коренным образом противоположны. Поэтому ложь – единственная форма и содержание этой власти. Но это точно не ложь во благо. Конечно. А я бы хотел немножко поправить коллегу и популяризировать с ним. Я согласен в генеральном тезисе о том, что народ лишили экономической власти и финансовой власти. Но это произошло гораздо раньше. Как раз я считаю, что дефолт не был уже никакой не точкой. Это было уже некое очередное послеслое. Это произошло, на самом деле, 2 января 1992 года. Когда, собственно, в один день все цены выросли в 5 раз. А в течение года они выросли в 10 раз. Такого гиперфляционного шока, который обесценил все сбережения российских и, вообще говоря, советских граждан. И после этого уже говорить о какой-то экономической самостоятельности и способности что-либо на свои кровные делать уже не оставалось. Поэтому оставалось либо, кому-то повезло, пойти работать в какую-нибудь западную компанию, которая приехала сюда на горяченькое, что называется. Либо заниматься челноками. То есть, единицы смогли продолжить работу по специальности. Генеральная дележ этой собственности начался еще в 1993 году. Ну, понимаете, это же было удивительные вещи, когда, с одной стороны, в законе о приватизации было написано, что иностранные участники, физические, юридические лица не допускаются до человекового этапа приватизации. Но при этом эта фраза, она не была подкреплена конкретным механизмом. Она обходилась всего лишь одним способом. Вы создавали 100% юридическое лицо российское, но со 100% иностранным капиталом. И вы могли здесь получать на этих приватизационных чеках тысячи, десятки тысяч процентов годовой прибыли, перепродавая их. Сознательная компания дискредитации всех этих приватизационных чеков. Иди бабка, клей, обои в туалете сделай и так далее. То есть, специально создавалась ситуация, чтобы люди добровольно или недобровольно расставали с своими чеками. А сколько было еще мошенников? Сколько появилось фондов, которые собрали эти чеки, а потом исчезли? Удивительно другое, что прокуратура этими вопросами почему-то не занималась. Ведь она обладает функциями надзора. Почему не возбуждены были все эти дела против такого количества всевозможных инвестиционных фондов, которые прекрасненько приватизировали собственность, передали дальше ее на баланс дочерней компании, дочерней создали компании и внучки, а дальше банкротится середина, и внучки не отвечают по обязательствам самой первичной компании. Вот так мы лишились нашей собственности. И это произошло все гораздо раньше. Не в 98-м году, а в начале 90-м. Ну, а в 98-м произошло окончательный дележ, когда мы знаем, для того, чтобы стабилизировать финансовое положение, так называемые чековые аукционы. Тоже откровенное мошенничество, когда группа приближенных банкиров, по сути дела, получила последние сладкие куски собственности в свои руки за бесценок. Так что это вот я бы поправил, я бы сказал, что это уже был как бы совершеннейший финал трагедии. А началось-то как раз все с лишения собственной экономической войны. Я бы сказал, что вы не поправили, вы дополнили. Совершенно не спорю, потому что вы действительно раскрыли хорошо этот механизм. Валентин Юрьевич, каков ваш комментарий? Действительно Россия сегодня поставлена в полное экономически зависимое положение. И главный вопрос. Причины регулярного обесценивания рубля. В чем они? Ну, я хотел бы сказать, что обесценение российского рубля по отношению к иностранным валютам – это процесс неизбежный, потому что происходит ослабление российской экономики. Ослабление российской экономики неизбежно влечет ослабление российской денежной единицы. Но это как бы такой длинный тренд. Действительно, мы наблюдаем какие-то колебания. И эти колебания не являются просто случайностью. Действительно, валютным курсом управляют. Управляют, но не изнутри, а извне. Вот экс-министр финансов Алексей Кудрин недавно заявил, что нынешняя российская экономическая модель себя изжила. И это произошло, по его мнению, потому что данная модель не позволяет создавать новые конкурентоспособные товары для экспорта. Вот как вам такая постановка вопроса? Все-таки должна ли экономическая модель быть нацелена на экспорт, на зарабатывание валюты? Либо все-таки должна укреплять внутренний рынок и, соответственно, рубль? Как вы считаете, такое сравнение вообще уместно? С самого начала, значит, неправильно формулирует цель, задачу. У него ключевое слово – это экспорт. Понимаете, когда разрушались Советские Союзы, то тоже рассчитывали на то, что Советский Союз и последующая государство под названием Российская Федерация будет просто дойной коровой. Ну, а на таком языке псевдонаучном это называется экспорт. Вот, безусловно, что нам необходимо прежде всего создавать суверенную экономику. Суверенная экономика – это прежде всего экономика, которая базируется на внутреннем рынке. Валентин Юрьевич, вот если можно одну минуточку, об этом я вас спрошу немножко позже. Вот главный вывод, вот если комментировать вот такие высказывания, таких вот политиков известных, да, как Кудрин. Вот главный вывод, в чем заключается ваша главная оценка? Ну, я считаю, что, конечно, Кудрин играет на стороне наших геополитических противников, потому что нашим геополитическим противникам надо, чтобы Россия была не суверенным государством, чтобы она обеспечивала какими-то товарами западные экономики. Поэтому слово «экспорт» этих ребят всегда является ключевым. Для нас, людей, которые действительно хотят возрождения России, для нас ключевым словом является развитие единого народно-хозяйственного комплекса, или, как сейчас говорят, внутреннего рынка. А без этого мы просто пропадем. Валентин Юрьевич, вот хотелось бы вернуться к вашему тезису о том, что России сегодня нужен единый народно-хозяйственный комплекс. Вы написали бестселлер о сталинской экономической модели, объяснили, как в сложнейших и экономических, и внешнеполитических условиях Советскому Союзу удалось построить эффективную финансовую систему. Ну вот, казалось бы, готовые рецепты, бери, используй и развивайся. Но этого почему-то не происходит. А почему? Не потому ли, что вопрос о деньгах – это вопрос о власти, о том, кому она на самом деле принадлежит. И поэтому решение наших финансовых решений, может быть, лежит в плоскости не сколько экономической, сколько в политической плоскости. Как вы вот это могли бы прокомментировать? Что думаете? Совершенно правильно. Особенно на крутых поворотах истории политика не может не иметь первенства по отношению к экономике. Поэтому, как экономист, я понимаю, что сейчас нужны политические решения. Ну, давайте вот вспомним о истории индустриализации. Формальная индустриализация началась с 1 октября 1929 года, когда стартовала первая пятилетка. Слово «индустриализация» впервые прозвучало на декабрьском пленуме ВКПБ в декабре 1925 года. Прошло почти 4 года. Слово-то было произнесено, но условий еще не было. И только вот где-то к 1928-1929 году наконец стало возможно реализовывать то, что теоретики в области экономики уже давно разработали. Ну, прежде всего, я имею в виду пятилетнее планирование на основе межотраслевого баланса. Все это уже было теоретически готово, но практически начало действовать с конца 20-х годов. Поэтому, если как бы проецировать события тех годов на сегодняшний момент, то, наверное, нам тоже необходимы какие-то политические серьезные изменения. Ну, вот я думаю, что если говорить совсем коротко, то суть этих политических изменений должна заключаться в национализации нашей власти. Сегодня власть формально вроде как российская на всех вывесках написана. Но ведь давайте честно смотреть. Вот Конституция Российской Федерации, она всегда у меня тут лежит на столе, прописаны три ветви власти. Центральный банк не вписывается ни в одну из ветвей власти. Я многие годы занимаюсь вопросом центральных банков, истории центральных банков. Я вам прямо скажу, что центральный банк – это главный институт, который рождается в результате буржуазных революций. Ну, вот тут сегодня вспоминали события 1991 года, 1993 года. Это вот буржуазные революции, которые привели к созданию банка России, Центрального банка Российской Федерации. А это и есть первая, главная и единственная власть. Ну, вот я просто приведу вам некоторые аналогии из истории. Была буржуазная славная революция второй половины 17 века в Англии, но появился в результате банк Англии в 1894 году. Вот взяли Бастилию в 1789 году, революционеры. А в 1800 году появился банк Франции. Вот была в Японии революция Мэйдзе. А в результате появился банк Японии в 80-е годы 19 века. Вот возьмите Россию. В России, вроде как по учебникам пишут, не было у нас буржуазных революций там до 17-го года. Но на самом деле она была, потому что реформа Александра Второго это такая мягкая, бескровная буржуазная революция. Опять-таки, с чего она началась? Создание Центрального банка. Госбанк Российской империи был создан в 1880 году. А парламент? Ну, парламент это фиговый листочек, который прикрывает реальную власть. Я, кстати, Геннадий Андреевичу не раз говорил о том, что все-таки надо воспринимать Центральный банк не как финансовый институт, а прежде всего как политический институт. Вот если будет такое понимание и выстраивание таких приоритетов, тогда, наверное, будет более эффективная и политическая борьба. Андрей Борисович, хотел бы вам задать вопрос о Китае. Эта страна всего за несколько десятилетий преодолела грандиозный путь от, по сути, колониальной страны к положению мирового экономического лидера. Многие страны, да в том числе и Россия, приобретают сегодня юань в качестве резервной валюты. И вы знаете, о финансовых трудностях Китая я последние десятилетия не слышал ничего. Как вы думаете, как им удалось этого добиться и кто играл ключевую роль? Китайский финансовый регулятор или Компартия Китая? Я не понимаю, почему нужно противопоставлять одно другому. То есть и регулятор, и Компартия? Дело в том, что Китай очень централизованная, имеет систему управления. И более того, как раз Валентин Юрьевич поднимал тему центральных банков. Центральные банки есть и в Китае. Народный банк Китая. Но вопрос в том, является ли это институт подконтрольным центральной властью, или он обладает какой-то своей совершенно непонятной властью. Политика тащит экономику или наоборот? Политика всегда тащит экономику, когда речь идет о масштабах экономики, сопоставимых с китайской или российской даже, хотя она в 10 раз меньше, чем китайская. Потому что иначе это невозможно. В современном мире никакой рынок сам ничего не создает. Это возможно было в условиях только мелкотоварного производства. Современный рынок – это рынок крупнейших, гигантских корпораций. Создать их в стране, которая до этого находилась в условиях тотального государственной экономики, перевести экономику с государственных рельсов на экономику крупнейших корпораций, посредством реформ а-ля Гайдар, невозможно. Это делается не тем, что гражданам дается инициатива и либерализуется цену. Это делается тем, что и создается целенаправленное движение инвестиций в создание передовых производств, способных конкурировать в глобальном масштабе. И тут работают все инструменты. И инструменты денежно-кредитной политики. Собственно, Народный банк Китая все эти годы прекрасно субсидировал, по сути дела, всю китайскую промышленность и давал дешевые кредиты для развития этих самых инвестиций и так далее. Это и торговая политика. Потому что Китай очень долгие годы готовился к вступлению в ВТО, отговаривая себе крайне выгодные условия для вступления. Но, тем не менее, до сих пор вы не можете создать предприятие, в котором 50% плюс 1 акции не принадлежит китайской стороне. То есть, там даже не либерализовано. У нас, кстати, это было со 2 января того же самого... По-моему, даже еще поздний Горбачевский приказ уже был, где позволяли создавать 100% иностранные предприятия. В Китае этого нет до сих пор. Вот вы сказали, что юань приобретает определенные центральные банки в качестве резервной валюты. Ну, тут вы немножко торопитесь. Доля Китая в этом смысле пока очень несобстоима с его экономикой. Это какие-то полтора, чуть более процента в структуре мировых резервных валют. Но это тоже не случайно, потому что юань до сих пор регулируемая валюта. И даже если вы видите колебания юаня, они происходят в пределах 1-2%. Или на протяжении 5-летнего периода эти движения могут вырасти до 10%. Но никаких кратных колебаний, 50%, которые мы там видим постоянно с курсом рубля, не допускается, потому что это управляемый процесс. До сих пор юань не является свободной конвертируемой валютой. Никакого свободного потока капиталов в Китае не существует. Там только один способ – пылесос, всасывание капиталов извне. Но ни в коем случае никакого лазейки. Нет, она тоже, конечно, существовала. Тоже есть определенные офшорные схемы. И Гонконг играл в них определенную роль. И Сингапур. И это тоже известно. Но их прикрывают. И вот сейчас даже в условиях вроде посткризисного восстановления после этого коронакризиса глобального очередные меры предпринимает Китай по сдерживанию проницаемости финансового рынка. Для того, чтобы каким-то образом как раз воспрепятствовать нагнетению финансовых проблем, финансовых пузырей на Китае. То есть это полностью управляемое государством экономическая модель. А теперь хотелось бы перейти как раз таки от Китая к России. Вот смотрите, Валентин Иванович, вот говоря об инфляции в России, Путин бросает упрек куда? Ну опять полетело в Западу и упрек в сторону США. Дескать, гигантская эмиссия доллара разогревает цены в самих штатах. И все это, соответственно, потом волной катится по остальному миру. Насколько фатален этот вопрос? Неужели от наших властей, политических прежде всего и финансовых, ничего в данном случае не зависит? Как такое может быть? Или это вот в очередной раз? Знаете, на самом деле я вам просто поставлю вопросом на вопрос. Почему до сих пор 20 лет у Путина на его всех больших конференциях, встречах с народом, существует вопрос подключения газа в 50 километрах от Москвы? Вот и все. Вопрос риторический. Так вот это таич той же оперы. Потому что регулировать зависимость, естественно, когда страна голая, босая и воровская приходит в систему международного разделения труда, она ни на что претендовать не может. И она будет зависеть от любых падений конвентуры, в том числе конвентуры валюты, в том числе разогрева доллара. И поэтому, если эта страна ликвидирует все отрасли промышленности, в которых существует прибавочная стоимость, последний вот сейчас будет в январе гигант автогигант, это две последних модели Лады уйдут в Рено. То есть, грубо говоря, мы потеряли и полностью автопровод. Отечественные давно уже не отечественные. Совершенно верно. То есть, а как вы хотите, если нет? От чего же тогда зависит? От того, где формируются реальные деньги? Конечно, это будет и дальше продолжаться, и это будет зависеть. Но это будет зависеть до тех пор, пока к власти не придут государственные деятели, которые пропускают и лично, и корпоративно в качестве партии интересы народа и страны, через себя не формируют модель, и эту модель не внедряют. Вот Сталин, пример этому, последний пример в нашей истории. Спасибо, Валентин Иванович. У нас наша программа, к сожалению, подходит к концу, осталось не так много времени. Валентин Юрьевич, хотел бы к вам сейчас обратиться и задать такой вопрос. Все-таки может ли Россия обезопасить себя от негативных последствий мировых экономических кризисов так, как это было в Советском Союзе? Вот тогда, когда в США разразилась Великая Депрессия, до Советского Союза она просто не докатилась. И Советский Союз в тот момент демонстрировал просто какие-то колоссальные темпы развития. Мы даже использовали этот кризис как возможность для проведения индустриализации. Ну, я очень коротко скажу, что для того, чтобы нам начинать какие-то преобразования в экономике, я, наверное, повторюсь, со своим тезисом необходимо национализация власти в России. А национализация власти должна начаться с того, что мы, прежде всего, должны сделать Центральный Банк действительно органом государственной власти. Потому что сейчас Центральный Банк является фактически филиалом Федеральной резервной системы США. Продолжение следует...